Не быть войны! Быть миром! Счастье есть! Долгие два года тяжелой работы и страха за свою жизнь. Домой удалось вернуться лишь в апреле 45-го года. Война внесла свои коррективы в жизнь маленькой Наде. Но закаленное сердце никогда не унывает. Сейчас Надежда Григорьевна с мужем живет в Кубинке и рассказывает внукам о нелегкой судьбе детей-узников в концлагерей. Вот я рассказываю своему внуку, он это как-то не может понимать. Я вот смотрю, я говорю, даже нарезаю хлеб. Бабушка, ну что ты эти крошки подбираешь? Я говорю, ну поскольку мы знали, что такое цена хлеба и все будет. Неделя. Ровно столько символов эстафеты «Салют Победы» находятся в каждом поселении. Тема – освобождение Новороссийска. В Кубинке под знаменем Победы прошли патриотические встречи детей с ветеранами. Так же, как и Надежда Григорьевна, они делились с детьми своими воспоминаниями о войне и какой ценой досталась Победа. Земля Кубинки полита кровью наших бойцов, тех, кто защищал нашу Родину. Соответственно, патриотическое воспитание в Кубинке на высоком уровне. Вы, наверное, знаете, что на территории Кубинки у нас находятся военные части, которые гордость и элита нашей России. Концерты торжественной передачи символов эстафеты прошли в Кубинке 7 ноября. Символично. В этот день, 78 лет назад, в разгар боев за Москву на Красной площади прошел легендарный парад 41-го года. Среди этих бойцов были и родственники жителей Одинцовского городского округа, где чтят память и салютуют Победе. Теперь очередь за Звенигородом. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.